Всем привет! Мы с вами сегодня с утра прогуливались по району Глыдьбы и так случилось, что сейчас занесло меня в другой пролетарский район на противоположном конце Венеции. Это район Венецианского Арсенала. Вот кремлевскую стену которого вы тут можете наблюдать. Она уходит туда до самой воды. Арсенал, к сожалению, сейчас это закрытая военная зона, за исключением нескольких павильонов, которые сдаются под Геннале и другие художественные события. Но район Арсенала известен исторически тем, собственно, с того 13 века, когда этот Арсенал начал функционирование. Район Арсенала известен тем, что живут в нем Арсеналотти. Арсеналотти — это пролетарий, трудящийся Венецианского Арсенала, то есть люди тяжелого физического ручного труда. Вот это вот церковь Святого Мартина Епископа, от которой мы начнем свое движение по району, или, я бы сказал, микрорайону Венецианского Арсенала. Хотя эта зона довольно здоровая, звук есть. Зона довольно здоровая, но отдельным венецианским Сестьере она так и не стала. Она входит в Сестьере Костелло, самый большой из венецианских районов. Вот церковь Святого Мартина, то есть мы можем Святого Мартина Епископа, Сан-Мартина Пескова. Здесь мы можем ожидать, помимо списка всех погибших в разных войнах Италии в этом квартале, можем ожидать, что где-нибудь здесь будет всадник с мечом, разрубающий свой плащ надвое. Он таки здесь и есть. Это Святой Мартин Турский, епископ, в честь которого все церкви Святого Мартина Епископа. И он делится своим плащом с нищим. Это, конечно, концепт довольно удивительный. Ребенку мне долго пришлось обсуждать, какие будут результаты, если один человек взял и разрубил надвое свой плащ. Таким образом подразумевается, что у него остался левый рукав, а нищему он отдал правый или что. Ну вот, на конкретно этом барельефе ребенку можно было объяснить, что плащом обозначается в данном случае нечто, что у военных называлось плащ-палатка. То есть речь идет не о плаще с рукавами, а речь идет о такой накидке большой, из которой в принципе можно и палатку соорудить. И если ее разрубить надвое, то хватит и Святому Мартину, хватит и нищему. Все-таки люди, которые придумывали эту легенду, они были не идиоты, они ориентировались на какие-то свои реалии. Вот мы с вами приближаемся к главным воротам венецианского арсенала. Главным воротам его как водным, так и сухопутным. Туда внутрь не пускают, как я вам сказал, это закрытая военная зона, использует итальянский флот. Но тем не менее, как бы то, что нам хочется посмотреть, мы сейчас тут посмотрим. Вот здесь вы видите довольно большого льва. Это первый лев, но вы увидите их еще много, потому что здесь находится целая выставка, доказывающая способность венецианцев украсть льва откуда угодно. Вот видите здесь такое вот богатое собрание львов. А вот здесь вот уведомление о закрытой военной зоне, куда нельзя проходить. Вот здесь самый главный лев, вот здесь вот наверху. Он так весело улыбается, как будто что-то не того покурил. А вот тут вот эти львы в основном с разных греческих островов из Константинополя отовсюду наворованы и привезены. Потому что как бы Венеция имеет на львов какое-то специальное право, будучи городом Святого Марка. Вот тут вот туристы прошлого тысячелетия изучают бумажную карту, ожидая, что она им покажет их местонахождение. Но бумажная карта этих волшебными возможностями не обладает. Она не знает, где вы находитесь. И вот нам навстречу идут замечательные совершенно сразу же порядка с прекрасной овчаркой. Вот мы поднимаемся на мост напротив главного арсенальского въезда, чтобы не сказать вплыва. Вот там дальше военные. А вот в эту сторону идет канал Арсенала. Идет к лагуне. И в эту самую лагуну он и выходит. Так далеко мы не дойдем. Мы с вами свернем в подворотню. Потому что у нас, как вы помните, тут бельтарский квартал в программе. Вот это площадь со львами. И вот начинаем спускаться, собственно, к стенам бараков Арсенала. Здесь находится одно из отделений музея морской истории. Там много всего интересного, как вы догадываетесь. Потому что Венеция – это такое место, у которого вся история морская, сухопытная история. У нее довольно бедная. Ну, хотя, впрочем, конечно, был какой-то момент, когда Венеция начала занимать материк. Обрастать всякими колониями на материке. То, что называется terraferma. То есть твердая суша, твердая земля. Но понятно, что мореплаватели, морские бои, все это вот, лепантов, арсенал – это все самое главное в ее истории. Вот там вот, около главной арки со львом, вы видите такой белый прямоугольник. И на этом белом прямоугольнике высечены стихи из 21-й песни Ада Данте Алигери о том, как в венецианском арсенале кипит зимой горячая смола. То, что впечатленный посещением арсенала Алигери, включил это в божественную комедию. Впрочем, об этом я рассказывал вам во время прошлой прогулки в этом месте. Сейчас мы смотрим на вот эту вот прекрасную колоннаду. Да, Наталья, стена как Кремль. В принципе, у кремлевских зубцов было два варианта, как они могли бы выглядеть. Они могли бы выглядеть как буква М и могли бы выглядеть как буква П. Потому что как буква М выглядят гибелинские зубцы сторонников германского императора, а как буква П выглядят папские зубцы сторонников римского папы Гвельфов. Значит, когда Ивана Третьего при постройке стен Московского Кремля спросили, какие зубцы сделать гвельфовские или гибелиновские, он, выслушав короткое объяснение, чем отличаются гвельфы от гибелинов и папы от императора, сказал, ну, конечно, делайте гибелинские зубцы, потому что я же хочу быть императором, я же не хочу быть римским папой. Дорогие друзья, если у вас есть проблемы со связью с Фейсбуком, эхо, сдвоенный звук и так далее, то просто исправить это можно будет, когда я закончу репортаж, и он зальется на сервер VHD. Сейчас я ничего не могу сделать, чтобы исправить связь между вами и сервером Фейсбука. Между мной и сервером Фейсбука связь нормальная. Когда она начнет чихать, мне об этом станет известно первому. Вот когда она будет чихать, я спрошу, хорошо ли вам видно, хорошо ли вам слышно. Пока что ваши жалобы следует адресовать не здесь в чат, а вашему провайдеру. Когда возникнет проблема со связью на моей стороне, я о них сообщу. В данный момент мы имеем с вами пять полосок LTE. Сейчас мы идем с хорошей связью в кое-то вечер. Нет, ветер определенным образом шумит. Ветер здесь, да, имеет место, встречный ветер. Но он не сдваивает звук и точно совершенно не приводит к его пропаданию. Из-за ветра звук трансляции пропадать не может. Он может усиливаться за счет шумов, когда ветер налетает на микрофон. И тут я опять же много сделать не могу, потому что такую заглушку поролоновую для телефонов я не слыхал, чтобы кто-то выпускал. Спасибо, Сергей Франциско. Продолжаем. Мы идем вдоль стены арсенала. Здесь находятся ровно те помещения, которые сдаются в аренду под бьеннале. Причем не только под художественное, которое бывает по нечетным годам, то есть было в прошлом году и будет в следующем, но и под архитектурное бьеннале. Также здесь находится арсенальный театр, также здесь проводятся музыкальные и разные всякие другие мероприятия, которые привлекают в Венецию определенный контингент людей искусства, художников, музыкантов, архитекторов и поклонников их творчества. Вот сейчас мы подходим к главным воротам, где будет вход в арсенал, когда там разместится вторая площадка, вторая после Джордини, площадка венецианского бьеннале. Вот, собственно говоря, вот вам даты, даты бьеннале танца, бьеннале театра, бьеннале музыки. Ну, все это за 2015 год. А вот это вот вывеска от венецианского тоже бьеннале, от большого венецианского бьеннале тоже 2015 года. Вот если бы здесь сейчас кипела бы выставочная деятельность, то за этой заколоченной дверью был бы открыт прекрасный садик для людей, которые хотят попасть на бьеннале, но по какой-то причине, по причине толпы или того, что еще не пускают, людям надо подождать. В этом садике стояли столики, стояли креслица. Ну и, как вы видите, из-за этих гибелинских зубцов там торчат деревья, то есть там тень и симпатичная. Но это из тех объектов, которые доступны публике только в определенные месяцы, когда кто-то художественно взял это все в аренду. Вот, видите, сколько мы прошли вдоль арсенальской стены. Настало время сворачивать в подворотни и смотреть на пролетарский район, на район, где проживали арсеналотти, эти самые трудящиеся. Вот канал Рио-де-Ла-Тана, перейдя через который, мы оказываемся в таком очень живописном пролетарском районе, который вдоль стены арсенала уходит, и он туда на север. А вот здесь находится такое чудовищное здание, вот реально чудовищное, вот просто. Как пел Борис Борисович Кременщиков, упадись мне, кто все так придумал, я бы сам его здесь придушил. Вот это очень хорошо описывает чувство, которое возникает, когда смотришь на вот это вот здание в середине кадра. Это Венецианский дворец спорта. Глаза бы мои его не видели. Вот сейчас тут под мостом проходит довольно шумное судно грузовое. Мы его пропустим, полюбуемся отражением, посмотрим, как оно разрушает это отражение. Ну, потом все восстановится через некоторое время. И пойдем дальше по набережной Пролетарского района, заглядывая в разные подворотни. Одну из которых нам в итоге придется пройти насквозь. Вот, видите, тут Антифа. В Италии она не сидит, в Италии за это не сажают. Вот, видите, такая подворотня. Называется Калле-дель-Форно. Улица Печи. Вот, навстречу нам прошли коренные арсенологии, суть выражения лица. Хотя, может быть, просто албанский криминальный элемент. Как отличишь-то. Вот, идет прекрасная девушка, идет венецианские походки. По сторонам не вертит головой. Знает точно, куда идет темп движения постоянный. Идет, видите, насколько быстрее меня. Она просто обогнала и пошла дальше. Я однажды погнался за девушкой, которая шла венецианской походкой. Мне хотелось выяснить, с какой скоростью она идет. Но, в общем, в итоге я перешел на бег и все равно отстал. Вот здесь находится местная штаб-квартира коммунистической партии. Называется отделение семи мучеников в честь семи итальянцев, которых здесь фашистские оккупанты расстреляли во время войны. Здесь вот у коммунистов небольшой бар, где они поют дешевым вином. А вот здесь демократическая партия тоже угощает. Тоже квартальная отделение демократической партии. А над головой у нас, между тем, белье. Вот, постиранное в дешевое время. И собака что-то переживает. Но я, к сожалению, ничем не могу ей помочь. Потому что у меня нет ключа от этого подъезда. Мы зашли в подворотню. Почему в эту? Потому что она широкая. Есть некоторые шансы, что нас не прервут. Все остальные подворотни такой ширины, как форну, которую я вам так что показывал. И сейчас мы выйдем с вами на улицу Гарибальди. Тот редкий случай, когда в Венеции улица называется именем. Не человек, который здесь живет. И поэтому тут его палаццо. А в честь палаццо, соответственно, и название улицы. Не по имени какого-то бизнеса, который здесь работает. Например, улица Зеленщика. Улица Пекаря. Улица Молочника. А в честь итальянского героя. Потому что, как вы понимаете, эта улица названа уже после гибели Светлевичей Республики Венеция. Эта улица названа в честь Джузеппе Гарибальди уже после объединения Италии. Когда уже все конвенции пошли по боку. Вот. Тут вот кто-то очень любит Валерию на этом углу улице. Может быть, уже и не любят. Но память осталась для благодарных поколений. Память о Валерии. И вот мы с вами вышли на улицу Гарибальди. Посмотрим в сторону лагуны. Вот так вот смещаясь, мы можем вызвать из-за угла церковь Салюты. Видите, как она вылезает, расписная? Вон там, за флагом. Вот так вот по этой линии видно церковь Салюта. А вот вся улица Гарибальди. Как видите, она достаточно длинная. И мы сейчас пройдем ее примерно всю. Мы ее пройдем ту часть, которая нам осталась. Потому что мы вышли примерно на середине. Улица эта, вы видите, совершенно не венецианская. Нетипичная. Начиная с названия, но и продолжая всем остальным. Она нетипичная. То есть, вот видите, земля у нас не брусчатка. Земля у нас такая вот плитка. Плитка такая Собянин стайл. И это, как вы понимаете, просто засыпанный канал. И засыпан он не целиком. Засыпан он только вот до тех двух зонтиков, которые мы видим впереди, в конце нашего путешествия. Дальше продолжается он в виде канала. В виде канала Святой Анны. Который, собственно говоря, и был засыпан. Вот тут вот такая прекрасная церквуха, к сожалению, в данный момент закрытая под названием Сан-Франческо да Паула. И вот мы подходим к садам. Сады у нас будут сейчас справа. Вот за киоском начинаются сады. Здесь первое, что мы видим в этом саду, который ведет нас к садам Динале. Мы видим памятник национальному герою. Памятник Джузеппе Гарибальди. Сзади у него стоит вечный его сопровождающий итальянский солдат. Вокруг него пруд. В этот пруд жители Венеции бросают черепашек своих. Как только они подрастут и начинают занимать неожиданно много места в квартире, тут же они их и несут сюда к Гарибальди и выбрасывают вот в этот вот пруд за решеткой. А потом зоозащитники приходят, их оттуда вылавливают и куда-то отпускают. Более подходящие для размножения черепашек условия. Все-таки мы в южных краях живем. Вот нам навстречу идет пролетариат Нинсанский. И мы подходим к тому месту, где засыпанный канал Святой Анны переходит в незасыпанный канал Святой Анны. И здесь нам придется сделать мучительный выбор, по какому берегу канала нам дальше двигаться. Но этот выбор сильно упрощается тем, что идем-то мы не просто так, а идем мы к черпаку. А черпак находится на этой стороне. Вот, видите, начался канал Святой Анны. Там вдали, на правом берегу, находится гигантское розовое здание. Это, собственно, церковь Святой Анны. Деконсекрированная, заколоченная. В лучшем случае туда можно попасть, когда кто-то под бьенале будет арендовать его помещение для какой-нибудь выставки. А здесь, видите, обеденный перерыв у лодки, с которой люди торгуют фруктами и овощами. То есть они сейчас доедят свою пиццу, пасту, кончится у них сиест, и они вернутся и снова будут торговать фруктами и овощами прямо непосредственно с лодки. Вот такой плавучий магазин. Правда, на приколе он стоит здесь всегда, но в какой-то момент же надо полагать, что они за своими фруктами и овощами плавают. Вот, продолжаем мы движение вдоль канала Святой Анны. Это один из самых живописных, на мой взгляд, уголков Костелло, уголков Арсенала. Вот такой вот подворотня. И над ней какое-то белье. Вон там, мы можем видеть, за этим мостом снова вылезают углы Арсенальской стены. Сиеста, конечно, явление круглогодичное. Сиеста существует столько времени, сколько существуют ленивые средиземноморские народы. А вон стоит уже у нас господин Черпак около своей студии. И прекрасные девушки, как всегда, у него в гостях. Так что, в общем, можем считать, что мы, в общем, и в целом пришли. На этом я буду прощаться с вами. Здороваться с Черпаком. Удачного дня. Чао. Продолжение следует...